Добрый вечер. Я понимаю, что я последнее, как бы, ваше препятствие перед iPad'ом, вот, поэтому, да, я постараюсь, как бы, поговорить не очень долго, не очень скучно, вот, и по делу. Буквально два слова о себе. Вот, я работаю в компании Intel, ну, скоро уже будет 6 лет, как там работаю. Я работаю в службе IT, занимаюсь центром обработки данных, но, вот, время от времени, как бы, наш отдел Sales and Marketing привлекает меня к каким-то внешним мероприятиям и также к обслуживанию наших внешних больших клиентов. Вот, ну, и сегодня я бы хотел поговорить, рассказать о подходе компании Intel к строительству центров обработки данных, вот, о каких-то особенностях, нюансах. Почему именно так компания Intel делает сот, а не иначе? Вот, ну, буквально такая вводная небольшая информация о том, чтобы дать представление, что из себя представляют дата-центры компании. То есть на данный момент у нас их порядка 90 по всему миру, а общее количество серверных стоек у них где-то 4, 3,5-4 тысячи энергопотребления, порядка 35 мегаватт. Вот, количество серверов, которые у них стоят, 75 тысяч. Вот, ну и общее, как бы, вот, если вот так поставить все цоды вместе, да, на одно место, 40 тысяч квадратных метров, что составляет где-то, может быть, 6-7 футбольных полей. Вот, это просто как бы дать так представление о том, что есть в Intel, да, что из себя представляет наш серверный парк. Вот, все это нужно лишь для того, чтобы обеспечить бизнес самой компании, для того, чтобы, ну, все знают, что такое Intel, Intel-процессоры, да, вот, как минимум для того, чтобы регулярно, каждые полтора-два года выдавать на рынок либо новый техпроцесс, либо новую архитектуру на этом техпроцессе. Вот, если посмотреть чуть более подробно, из чего состоит наш серверный парк, вот, его можно разделить на 5 основных частей, это наша, так называемая, домис-модель, вот, а не могу адекватно, к сожалению, на русский язык перевести, дизайн, офис, мануфекчерн, интерфрайс и сервисы. Дизайн – это, как бы, основная масса серверов компании, больше 70%, наверное. Это те серверы, собственно, которые нужны нашим разработчикам, нашим дизайнерам, нашим архитекторам, да, для того, чтобы, собственно, поддерживать бизнес, основной бизнес компании, выпускать новые процессы, ну, как минимум, да, это наш основной бизнес. Более узкая прослойка, гораздо более узкая категория офис. Такие серверы есть, я думаю, в любом предприятии, ну, например, e-mail, DNS, DHCP, веб, да, вот что-то такое. Мануфекчерн в категории еще более узкая и вообще очень специфичная для компании – это те серверы, которые обслуживают наши фабрики и сборочные производства. То есть по всему миру у нас находятся порядка 10 фабрик сборочных производств, то есть это США, Ирландия, Израиль, Малайзия, Китай. Вот там находятся цоды, которые поддерживают эти фабрики. Вот, Enterprise – вообще очень узкая прослойка, это там ERP-системы, как пример, да. И сервисы – это, как правило, средства электронной коммерции, которые направлены вовне. Ну, самый простой пример, который мне приходит в голову, это вот, если кто-то слышал, есть такой динамический опам в магазине, ну, что-то аналог Apple Store, ну, гораздо-гораздо скромнее. Так вот, для того, чтобы, еще раз повторяюсь, компания себя чувствовала хорошо, чтобы мы могли производить новые процессоры, регулярно выпускать новые технологии, нам с каждым годом нужно все больше и больше ресурсов, да, как серверных ресурсов, так и систем хранения данных. Ну, все это нужно нашим программистам. Вот. Растут они довольно такими галлопирующими темпами, там, по 30-40-50% в год. Вот, то есть это те требования, которые они предъявляют, да, там, к тому серверному парку, который меня подадил. Вот, для того, чтобы, как бы, все это не превратилось в какой-то такой неконтролируемый рост, да, что мы покупаем все больше и больше железа, мы строим больше и больше цодов. Некоторое время назад в компании была сделана большая работа по формированию такой стратегии для центров обработки данных, так скажем. То есть это был проанализирован и, так скажем, собран его едино, единый такой комплексный подход, да, для того, как мы можем снизить наши затраты на центры обработки данных. В принципе, здесь я, как бы, все это зачитывать не буду, я надеюсь, из дальних рядов тоже видно. Вот, ничего нового, сильно нового, да, по сравнению с другими крупными компаниями и даже не очень крупными здесь нет. Речь идет, конечно же, о консолидации, о виртуализации, вот, о внедрении энергоэффективных систем и так далее. Вот, ну, на чем бы мне хотелось бы сделать акцент, это, собственно, на вот тех коробочках, да, которые стоят в дата-центрах, на серверах. Вот, в компании у нас, в частности, и мы, как бы, это рекомендуем и пропагандируем, существует четырехгодичный цикл замены старого серверного оборудования на новое. То есть, в частности, вот у нас тоже, то есть, я, как, там, руководитель нескольких центров обработки данных, регулярно мы обновляем старые серверы на новые. Примерно это происходит раз в четыре, может быть, иногда в пять лет. Вот, здесь показан, как бы, два примера, как, теоретически, да, вот это обновление может происходить. Например, берем наши старые процессоры одноядерные, ну, серверы на старых одноядерных процессорах Xeon, опять 600, ой, старых, прошу прощения, старых Xeon, да, там, 2006 года. Вот, на данный момент, если мы хотим это поменять на новые Xeon серии 5600, мы это можем сделать ровно двумя столбиками. Первый, если мы хотим оставить ту же производительность, вот, которая у нас была, мы, соответственно, меняем 15 к одному, то есть, вместо 15 старых серверов, покупаем один новый, у нас остается абсолютно тот же уровень производительности, при этом, а ежегодное снижение затрат на электропотребление 90%, вот. Учитывая снижение затрат, там, на лицензии, да, какие-то и так далее, то у нас, в принципе, есть расчет, если кому интересно, я могу потом показать, что вот такая замена, она окупается, ну, где-то в 3-4 месяца, максимум в полгода для компании. Ну, и, соответственно, второй, как бы, вариант, да, если мы хотим менять все один к одному, тогда мы получаем вот невероятный 15-кратный природ производительности по сравнению с тем, что у нас тут. При этом все равно у нас сохраняется некоторые, наблюдается некоторое снижение, связанное с снижением энергопотребления, потому что новые процессоры, они гораздо более энергоэффективны, нежели старые. Вот, ну, правда, в жизни происходит, как правило, нечто среднее, то есть, из-за своего опыта могу сказать, что проекты у нас, ну, конечно, Продолжение следует...